28 мая в Санкт-Петербурге состоялось торжество, посвященное 18-летию социального приюта «Детский ковчег». Праздничное мероприятие состоялось при поддержке Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга. «Отдавай свои руки, чтобы служить, а свое сердце, чтобы любить» — эти слова, сказанные матерью Терезой, как жизненный девиз для детского ковчега, большая семья которого в течение 18 лет держится на плаву, принося радость и даря любовь своим воспитанникам. «Сегодня день ковчега, у него сегодня день рождения». «Исполняется ему 18 лет». «Мы всегда можем обратиться в приют, нам всегда помогут, поэтому, когда мы сюда возвращаемся, приходим на праздники, нам очень нравится». На торжественном мероприятии присутствовал глава администрации Невского района Константин Серов, руководитель немецкого фонда Андрей Рембель, христианская музыкальная группа «Спасение», тренер футбольного клуба «Зенит», участник Чемпионата мира по футболу 1994 года Дмитрий Радченко и многие другие. Друзья, соратники и выпускники прошлых лет пришли поздравить ковчег с днем рождения. «Ну, во-первых, всегда приятно ощущать себя частью чего-то хорошего. Вот что происходит в детском ковчеге, это много хорошего. Поэтому спасибо Богу за возможность приехать сюда и почувствовать себя частью этого большого красивого движения». По словам руководителей приюта Джека Керпса и Лидии Шульге, главная миссия – это дети. И делать их счастливыми – главная цель, ради которой и существует приют. «Самая главная цель – это чтобы наши дети научились жить самостоятельно, потому что мамы и папы у них нет близко, которые всегда у них. И наша цель была, чтобы они были воспитаны хорошо, чтобы они умели себя обслужить, умели еду приготовить себе, свой дом содержать. И одна из главных целей – чтобы они все-таки научились жизни полагаться на Бога». «Любовь, она движет, а Бог есть любовь. И поэтому, если не было бы Бога, не было бы любви на свете, не было бы любви в детском ковчеге. И поэтому Бог нас доправляет, и мы можем дарить эту любовь нашим воспитанникам». 18-летие приюта – только начало. Детский ковчег продолжает свое развитие вместе со своими воспитанниками, каждому из которых совсем скоро предстоит отправиться в самостоятельное плавание. «Я желаю, чтобы в приюте было все больше и больше улыбок и счастья, чтобы никто не дрался и не ссорился, и чтобы было много солнца». Корректор А.Егорова